Там же, где сейчас стоит памятник Сабиру, Сабир стоял с 22 по 58 год, пока его не посадили. Вспомните, когда Крамовский говорит, кто же его посадит, он же памятник, в Баку посадили памятник Сабиру. Первый памятник работы Иоакова Иосифа Кейлихеса, был установлен в 22 году, а в 58 году его поменяли, но памятник сохранили, к счастью. Он до сих пор стоит в Балаханах, перед школой, где преподавал Сабир. Просто при переносе не сохранили пьедестал, но есть надежда, что его сейчас должны восстановиться. Просто первая статуя Сабира, она была лепная, она не соответствовала парку, когда его расширили, его раздумывали до парных ворот. Вначале парк Сабира был очень небольшим, камерным, и этот памятник ему соответствовал. А потом уже Джалга Рерды сделал такую величественную сидящую фигуру Сабиры. Ну вообще, памятник это предмет отдельного разговора, и в принципе, в отдельных турках мы их, так сказать, охватываем. Но этот памятник, чем интересен, во-первых, он последний советский памятник. Во-вторых, этот памятник не менял свое положение, то есть он не вставал, не садился, там вставать садиться некуда. Он перемещался в пространстве. Он, и не на что, правильно, устами юных участников в глаголе. Не на что садиться, правильно. Но он раньше вырастал деревом у филармонии, А потом это дерево выкопали, и решили пересадить сюда. И оно здесь тоже прижелось. То есть первоначально памятник был у филармонии. Ну, а вагида вам представлять особо так незачем. Это азербайджанские есени. Вот есенина называли русским политическим органом, а это азербайджанские политические органы. И того и другого практически невозможно переводить. У каждой культуры, у каждой традиции должен быть свой вагид, свой есенин. Но самое интересное, что два этих есенина, они встретились. Да, потому что, во-первых, они по годке. Это на год, что ли, старше есенина. И когда есенин был здесь, он понимал, что это не совсем перси, но восток его начинает устраивать. Он сразу нашел себе ячейку, чайхана. Где можно было ощутить вот этот антураж востока. Есенин хаживал в чайхану. Он любил слушать джабара гарьяхды. Он не понимал слов, но мугамная музыка на него действовала. Она формировала мелодику его стиха. И поэтому он потом напишет, «Я стих свой в богу Кизилова мучил струиться соком». Вот так. И отчасти вот это ощущение востока, оно стигалось в чайхану. И как рассказывают, однажды после вечера, проведенного в чайхане, Есенин попросил счет. И мы подошли и сказали, извините, да? За вас заплатили. Кто за меня мог заплатить? Я тут никого не знаю. Ну, вы это никого не знаете. А вас знают. За соседним столиком сидит человек, он говорит, «Вы поэт, он поэт». Он за вас заплатил. Этим человеком была леона вагит. Есенин подсаживается к нему. И в своей немножко такой нагловато-задиристой кабацкой манере поначалу у него спрашивает, «Так ты что, тоже поэт, что ли?» Вот так. А этот по-восточному срезал угол. Поэт. Балыш-то гардаш. Так получилось. Извини, да? Так. Ну, не получилось. Ну, ну, поэт. Есенин сразу меняет тон. О чем пишешь, поэт? О чем может писать поэт на востоте? О жизни? О смерти? О духе? Вот точных переводов вагида нет, но вот приблизительно в его стиле писал Мирзе Шафи Вазех. «Я помню заверение пророка, что существует рай, хоть и далеко, и счастлив будет всяк туда попасть, кто в жизни не видал ни страсти, ни порока, но может считаться, что пророк неправ. Или мы не поняли его за рока, и счастье в жизни так и не познав, ее мы проживем, и в том не будет прока. Я не согласен, не таков мой нрав. Безгрешным быть я не даю за рока, кустам любимой, как к вину припав, все и запью. До рокового сына». Такой стиль поэт. Но он тоже попивал, как Есенин, и покуривал. И очень часто писал такие экспромты. Ему как собаки кость бросали двустища, а он это пережевывал в четыростища и сажал на место, причем иногда в напечатанных формах и так далее. Но в отличие от Есенина, да, он пил, но он не буятин, он не лез на рожон. Он не был откровенным, он не диссидентствовал, и его не печатали. Он дожил до 65-го года. И как всегда, как говорил Андрей Миронов, в нашей стране, чтобы тебя признали, надо вначале... Вот он умер в 65-м году. И через 25 лет ему устанавливают памятник. Представляете, какой интересный памятник. Памятник, которого нет пьедестала. Вот как нам сказали, как вас зовут? Схара. Схара Хануправевская. Его не на что сажать. Его уже посадили в саму почву. Древо, которое вырастает из-под земли. Смотрите, кровь от крови, плот от плоти. А далее этим древесным корой приступает его лицо. Глаза вопиют. Вот он что-то хочет сказать, а люди проходят мимо. И проходя мимо, теряют главное в памятнике, потому что главное здесь не лицо и не древо. Главное барельефы на волосах. Причем авторов два. Рахиб Гасанов, вот он работал над древом. Так вот, будем сейчас проходить, вы можете увидеть тавро. Мне кажется, что это Рахиб Гасанов. А вот над барельефами работал Нати Калиев. А он свой автограф писал так оригинально, что даже все не можете представить. Пойдемте. 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 Пожарите. Обратите внимание. Все, все, сейчас. Похоронная процессия. Мужчины хоронят, женщины оплакивают умершего. Из этого мира никто не ушел живым. Смерть неизбежна. Но при всей своей неизбежности смерть не может преодолеть жизнь. Жизнь продолжается в различных ее формах. Вот эти вот девичьи какие-то соревновательные и так далее. А самое главное, в жизни есть место для любви. То есть посмотрите, вот один снапшот и готовый ответ Ваида Есенину. О чем может писать поэт на Востоке? О жизни, о смерти, о любви. Вот, пожалуйста. Видите? Как авторы памятника это понимают. Перейдем дальше. И, как всегда, самая главная композиция, но Востоке всегда все главное. Там, в заторках, на затылках. О, затылки. Два меджлиса, то есть два поэтических собрания. Причем верхняя, такое светская, в центре него сидит сам Ваги. Нижняя, она более древняя. Вот тут разная трактовка. Древность и современность. А может быть светский или религиозный образ жизни. Понимаете, это памятник дает пищу для размышлений. Причем если исходить из этой точки зрения, то светская меджлиса стоит надрелигиозным. То есть светский образ жизни и вас преобладал надрелигиозным. Но религиозный не исключается. Он в траве, он на подкорте, он в любой момент может так и себе сказать. Тоже очень интересная композиция. Далее. И противоположность тому, что мы увидели с той стороны, сейчас это все очень хорошо освещено, там мы видели похороны. А здесь свадьба. В ее самый кульминационный момент. Вынос плова. Все ликуют, веселятся, радуются. То есть авторы памятника хотели показать, что этот человек объял все свое бытие своими стихами. Белое и черное. Позитив и негатив. Радость и печаль. Все в его стихах. И поэтому он взял себе псевдоним Вахид, что в переводе с арабского означает единый, объединяющий его реальной фамилии из киндеров. И два талантливых скульптора. Раим Гасанов и его тавро. Кажется, вот с той стороны памятник. А вот Натик Алим, который сейчас является профессором, проректором академии художеств. Он награждается, он был молодой скульптор. Одна из его первых работ. Знаете, куда он вписал свое имя? Натик. Никогда не обращали внимания? Нет. В зрачках. Натик. Вот так. Оставилась ли такая памятник? Это тогда он был Натик, да? А сейчас это солидная дядька. Кстати, если вам доведется побывать в Астрахани, не откажите себе удовольствие взглянуть на памятник Владимиру Красное Солнышко, Крестителю Всея Руси у Владимирского Собора в Астрахани. Автором памятника Крестителя Всея Руси в Астрахани является Натик Алим. Вот тот самый Натик, который начинал с Алиаравами. Вот так.